Ричард Лайман Ричард Лайман «Чертовы сигары!» — пробормотала она в тишине. До свадьбы Рэнди никогда не курил. Началось это семь месяцев назад, одним тихим июньским вечером. В их квартире на Иден-стрит было ветрено от вентиляторов. Рэнди пришел, бросил галстук на спинку стула и поцеловал ее. Верхняя губа была влажной от пота. «Как дела на работе?» — спросила она. «Эй, вы получили заказ от Харрисона. Отлично! Сорвали куш! Прекрасно! А еще у Джима Блейка родилась двойня — мальчик и девочка». Улыбаясь, он с плутоватым видом заиграл бровями и достал из нагрудного кармана пару сигар. Сигары были длинные и тонкие, как палец коричневый под целлофановой оберткой. «Близнецей, говоришь?» Бетт села к нему на колени и обняла за плечи. «Придется постараться, чтобы догнать». «Пора бы уже начать!» Сначала ужин, пока не остыл. Они ели салат краплуи при свечах. После ужина, попивая кофе, Бетт услышала шуршание целлофана и подняла голову. Рэнди снимал пленку с сигары. «Не смей!» — сказала она. «Присоединишься?» «Шутишь? Да я даже не притронусь к этим... к этим...» Она умолкла, и ее улыбка погасла, когда темное перекошенное лицо Рэнди показалось над одной из свечей. Пламя колыхнулось к кончику сигары. «Рэнди, ну, пожалуйста, я не переношу их запах!» А лицо над свечами, все словно в синяках от пляшущих теней, усмехнулось. Губы выпустили дым в ее сторону. «Ха-ха! Неплохо пахнут, а?» «Ужасно!» Часы с кукушкой забили десять, и Бетт отвлеклась от воспоминаний. Она смотрела, как пластмассовая птица отбивает поклоны за каждый час, и ждала, что вслед за птицей счастливые балканские крестьяне под циферблатом закружатся в танце. Они не пошевелились. И тогда она вспомнила, где они танцевали с тех пор, как они съехали со старой квартиры в Иден-стрит. Как жаль. Они с Рэнди купили эти часы в Солвинге. Солвинг – городок в Калифорнии, построенный датскими переселенцами, благодаря своей европейской атмосфере, является известной туристической достопримечательностью. Примечание переводчика. Купили на медовый месяц часы с кукушкой и керосиновую лампу, теперь всегда стоявшую на комоде в спальне, на случай, если им хотелось романтики. Мерзкий запах становился все сильнее, и она сжимала стакан все сильнее. Прокатилась волна тошноты, она одним глотком осушила стакан и налила снова. Каким-то образом ей удалось выдержать запах его первой сигары. «Слава богу, что ты закончил!» «Эй, да они на самом деле шикарные! Ну и ну! Если бы я знал, как они хороши, да я бы...» «Ты что, сейчас серьезно?» «Ну и ну! Теперь я знаю, о чем говорил Киплинг. Женщина — это лишь женщина, а сигара — это сигара!» «Этот парень знал, о чем говорит!» «Спасибо огромное!» Улыбаясь, он снял целлофан со второй сигарой. «Рэнди, нет!» «Да все нормально!» Он закурил. «Пожалуйста, убери!» «Почему?» «Пожалуйста, потому что я тебя прошу! Меня тошнит от этого запаха!» «Да привыкнешь!» «Привыкну, а? Думаешь?» Она вскочила, стул отлетел назад и грохнулся на пол. «Элизабет!» Она хлопнула дверью. На балконе сквозь слезы в глазах она посмотрела на бассейн во дворике, этажом ниже. Рэнди вышел вслед и положил теплую руку ей на шею. «Ну уж, дорогая, ну что случилось?» «Что случилось?» Она повернулась к нему лицом. Сигара все так же торчала изо рта. Она выхватила ее и швырнула с балкона. «Осторожно!» Завопил голос снизу. «Вы что там делаете?» Клео, соседка снизу, улыбалась, стоя на краю бассейна. В руках она держала пакет с покупками. «Ужин мой сжечь хотите?» До них донесся ее сиплый смех. «Прости!» Отозвался Рэнди, после чего схватил Бет за шиворот, затащил в квартиру и пнул за собой дверь. «Что это ты за спектакль устроила?» Раскрытой ладонью он ударил ее по щеке. «Больше никогда, шлеп!» «Так, шлеп!» «Не делай!» Ночью, лежа в постели, он нежно обнял ее и сказал «Прости, дорогая, нельзя было тебя бить, но и тебе нельзя было забирать мою сигару, ты не имеешь права!» Она расплакалась, и тогда он прижал ее голову к себе, как младенца, и прошептал «Да все хорошо, дорогая, все хорошо, думаешь?» «Конечно! Ну что, как насчет задать Блейкам жару?» «Ну, давай», — сказала Бет. Для нее это был траурный ритуал по всему, что теперь было потеряно. Отвратительный запах становился сильнее. Бет подняла стакан, посмотрела на стеганное одеяло, накрывшее ее округлый живот, и отложила его. Бедный ребенок. Жизнь и без того заготовила ему мало приятного. Не хватало только бурбона в крови, когда он не успел даже появиться на белый свет. «Где ужин?» — потребовал Рэнди. «Три недели и три дюжины сигар спустя». «В холодильнике, наверное». «Чего?» Он положил чемодан и уставился на нее. «Я приготовила тебе баранью отбивную». «Ну, был бы неплохо». «Ну так и вперед!» «Эй, ты о чем?» «В этом доме ужинают в семь, а сейчас девять». «И что?» «И то, что я не знаю, где ты был, и знать не хочу. Но ты был не там, где положено, то есть здесь и со мной. Это часть нашей сделки. Не можешь сдержать свою часть, значит, черт побери, иди готовь себе ужин сам». «Хватит! А теперь, пожалуйста, приготовь мне пару отбивных и...» Его перебил хлопок двери. Бет спустилась в квартиру Клео. Дверь была открытой. «Не стесняйся, дорогая». Клео в ярком шелковистом кимоно растянулась на диване. Ее морковного цвета волосы были в полном беспорядке, потому как ткань обтянула тело. Бет не сомневалась, что под кимоно ничего не было. «Если тебе сейчас неудобно», начала она. «Мне всегда удобно, когда заходят друзья». Клео вкрутила сигарету в длинный мундштук. «Ты выглядишь так, будто у тебя синдром Рэнди». «Так и есть». Бет не смогла сдержать улыбку. «Ну так и располагайся, дорогая. Слушаю тебя очень внимательно». Клео слушала, часто согласно кивая, иногда сочувственно покачивая головой и дважды закурив новую сигарету. «Может быть, мне нужно попросить его о разводе?» начала Бет. «Ошибаешься, дорогая. Сначала подай документы, а потом поставь его перед фактом. Послушай, я ждут все ходы-выходы, знаю. Сделай так, если тебе нужен. Именно развод? Нет, мне нужен Рэнди, каким он был раньше. Вот чего я хочу». «Но похоже, больше не будет, как раньше». Она замялась, вспоминая, как все было хорошо. «Тогда можешь просто уйти, дорогая. Что там говорят о тонущих кораблях? Крысы бегут первыми. А я тебе вот что скажу. Не только крысы, но и выжившие тоже. Но я...» Бет расплакалась. «Ну же, не надо!» Зазвенел телефон. «Черт!» сказала Клео и встала. Бет пошла за бумажной салфеткой. «Возвращением, здоровяк!» сказала Клео по телефону. По пути в ванную Бет заглянула в спальню. На прикроватном столике стояла пачка салфеток Клинекс. Взяв одну, она вытерла слезы и высморкалась. И тогда учуяла запах. Легкий, едва заметный, но горький и отвратительный. Шел он из мусорного ведра. Под смятой салфеткой она нашла окурок мертвой сигары. Там, где касались его губы, окурок был сырой и холодный. «Прости, дорогая!» Клео стояла в дверях, грустно покачивая головой. «Я могла бы сказать, что это не Рэнди, но...» Бет протолкнулась через Клео, выбежала из квартиры и бросилась к себе. Из спальни слышался тихий и торопливый голос Рэнди. Увидев ее, он повесил трубку. «Итак, ты все знаешь», сказал он, выпуская серый дым изо рта. Он лежал на кровати, положив телефон на живот и сжимая в зубах свежую сигару. Бет швырнула в него влажным окурком. Окурок шлепнулся в спинку кровати. «Ну все», сказал он, «прекращай!» На комоде стояла лампа. Та самая лампа с медового месяца, купленная в Солонге. Красное стекло покрылось пылью. Она давно стояла здесь без дела. Бет схватила ее и бросила. Стекло разбилось об голову Рэнди, расплескивая керосин ему на волосы, в глаза и в его раскрытый рот, на плечи, на грудь и на... к сигару. Тихо вспыхнуло пламя. Бет трясущейся рукой поднесла стакан к губам. Ей хотелось выпить, отогнать прочь этот гадкий мерзкий запах. Но это было бы несправедливо по отношению к маленькому Рэнди. Бедный ребенок. Его и так ждет мало приятного. Отец умер, а мать убийца. Непредумышленное убийство, так это называется. Запах бурбона помог, но недостаточно. Наклонившись, она взяла сигару с прикроватного столика, сняла пленку и скатала ее в шарик. Целлофан трещал как огонь. Она чиркнула спичкой, вскоре сигара затлела. Бет с наслаждением затянулась. И в самом деле запах не так уж плох. Куда лучше того другого запаха горящей плоти. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Аметоке Малединова. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова